И снова пятница, снова здравствуйте, привет всем, привет зрителей. Итак, сегодня поговорим об одном очень популярном узелке. Популярный он среди профессионалов, а также непрофессионалов. Используется в промальпе, используется в морской практике, используется в других сферах и областях. Поэтому узел восьмерка. И как его вязать? По большому счету сопромат и технические характеристики можно опустить. Единственное, что хочу отметить, что этот узел, он более щадящий к веревкам, чем узлы с меньшим изгибом. Почему? Потому что у него, из-за того, что он большой, объемный, у него изгибы более плавные. А как я уже говорил в предыдущем видео, плавность изгиба это основной фактор для сохранения технических характеристик вашего узла. Если будут вот такие, это нормально. Если будут вот такие вот изгибы на узлах, это уже не нормально для веревки. Поэтому сопромат технические характеристики опустим. Нужно знать, что он более щадящий к техническим характеристикам веревки и все. А сейчас мы поговорим о технике вязания. Итак, техника вязания и все, что можно сделать с этим узелком. Ну, во-первых, этот узел можно использовать в качестве самое первое простое применение. Это стопорный узел. Вяжется он вот так вот. Смотрим, наблюдаем. Я не спешу. Показываю медленно, для того, чтобы, кто не знает, смог усвоить. Медленно и уверенно. Вот это узел восьмерка. Теперь, где его можно применять? В первую очередь его можно применять для завязывания петель, нескользящих петель, которые используются в промальпе, в альпинизме, в морской практике, как я говорил уже во многих областях. Это, в первую очередь, это база для нескользящей петли. И, во-вторых, его можно использовать еще для сращивания двух концов веревок. Итак, по порядку. От более простого к более сложному. Как можно срастить два конца при помощи узла восьмерки? Завязываем просто узел восьмерку. Завязали узел восьмерку. Так, сейчас немножко подтяну, чтобы было гламурно и эстетично. Завязали узел восьмерку. И для того, чтобы срастить нам какой-то другой конец с этой веревкой, для удлинения веревки, для сращивания, берем другую веревку. Возьмем сейчас другого цвета. К примеру, красного. Чтобы было понятно и контрастно. и начинаем сращивать два конца. Для этого нам нужно вот этот конец сращиваемой веревки, которую мы хотим срастить с этим концом, нам нужно продеть через вот эту восьмерку, следуя маршруту узла. То есть, вот мы видим веревку, которая идет вот таким образом. Изгибается, заходит, проходит и уходит. Вот, согласно вот этому маршруту, нам нужно провести веревку по этому узлу. Параллельно этой белой веревке. Так, нужно рассчитать так, чтобы мне хватило веревки для выпуска. Тоже делаю медленно, для того, чтобы было понятно. И так как мы должны проводить это параллельно, одна веревка, другой, мы должны следить, чтобы не было перехлестываний. Вот таких вот. Перехлестывание в узловязание считается неправильным, дурным тоном завязывания узлов. Неправильный метод завязывания. Когда есть перехлестывание, это неправильно. И вот так вот делаем обводы. Параллельно маршруту. Маршрутной веревке. Так, срастили. Затянули. Посмотрели, чтобы не было перехлестываний. Если есть перехлестывания, ничего страшного, подтянули, потому что изначально узел был затянут, заправлен правильно. И ничего тут такого сверхъестественного образоваться не может. Как видим, все линии параллельны друг к другу. Вот таким вот образом, с помощью узла восьмерки, можно сращивать два конца. Две разные веревки. Можно сращивать. Так, следующий момент, это завязывание петель. До этого мы рассмотрели стопорный узел. Узел для связывания, сращивания двух веревок. И сейчас посмотрим на технику вязания петель. Так, как я говорил, эти петли используются в большинстве случаев, это в правом Альпе, в морской практике. На них висят люди, бывают, поднимают грузы. Итак, выпускаем вот такой вот где-то длины петлю. Нам необходимо, потому что обводы, они убирают длину очень большую. Где-то так. И начинаем вязать так же, как мы вязали узел. Опять-таки, никуда не спешу, медленно. Это медитативная практика. И вот эту петлю продеваем сюда. Опять-таки, смотрим, чтобы не было перехлестываний. Поправляем. И затягиваем. Все. На вот этой... На вот этой петле уже можно работать на высоте. Это надежный узел, надежная петля, не скользящая. А так же можно использовать для технических других нужд. Потому что этот узел, как видим, у него обводы, радиусы обводов большие. И, соответственно, потому что две веревки идут, радиусы обвода большие. И не сильно разрушают структуру и волокна самой веревки. Так, это самый простой узел. Самая простая петля. В промальпе. Восьмерка. Петля восьмерка. Нескользящая петля на основании узла восьмерки. Второй способ завязывания нескользящей петли восьмерки. Это завязывание с двумя выходящими ушами. Сейчас я расскажу, зачем это. И вяжется она точно так же, поначалу, как и первая. Делаем восьмерку. Делаем восьмерку. Но в этот раз мы не засовываем вот эту петлю, а делаем вот такой вот изгиб. Вот такой вот изгиб. И вот этот изгиб продеваем через петлю. Продеваем через петлю. А вот это ушко обхватываем весь, вот этим ушком обхватываем весь узел. Делаем обхват. Затягиваем. Опять-таки следим за правильностью. Вот то, что я говорил, что вот эти перехлестывания, это не есть хорошо. Поэтому подправляем свои узелки так, чтобы этих перехлестываний не было. За этим нужно следить внимательно. И вот у нас все, завязан красивый узел, петля. Нескользящая петля на основании узла восьмерки с двумя ушками. Зачем эти два ушка? Сейчас объясню. Эти два ушка нужно для того, чтобы, когда работают на высоте, анкериться на две точки, на две независимые точки. Это страховка и безопасность. Один конец идет на один анкер. Другой конец идет на другой независимый анкер. Таким образом, если человек работает на высоте, у него вот рабочий конец, две точки привязывания, он висит на двух анкерах. В случае обрыва одного из них, второй анкер еще держит. А теперь самое интересное и самое, может быть, немножко посложнее этого. Это нескользящая петля на основании узла восьмерки, но уже с тремя ушками под три анкера. Это уже страховка-перестраховка. Итак, поехали. Сейчас я поставлю на паузу, развяжу этот узел и потом будем смотреть, как его завязывать. Итак, развязал я этот узелок и поехали дальше. Нам для этого нужна петля намного длиннее. И начинаем опять завязывать нашу восьмерочку. Вяжем восьмерку. Тем же методом. Опять-таки, два конца делаем вот такой загиб. Две петли. Продеваем в эту петельку. А теперь вот эту оставшуюся петлю мы не обхватываем, как раньше, а начинаем проводить ее вот параллельно вот этой линии, параллельно вот этим двум веревкам вокруг узла. Проводим, проводим, проводим. И опять-таки, выпускаем ее сюда. Выпускаем ее в ту же петлю, в которой у нас уже сидит два ушка. Вот. Таким образом, мы образовали три уха. Затягиваем узел. И у нас есть нескользящая петля на три уха, на три анкера. Один конец у нас будет рабочий, один мертвый. Итак, как я говорил, это более совершенная конструкция для работы на высоте. Позволяет крепиться на три раз-два-три анкера. На три независимых анкера. Раз-два и третий анкер независимый. И вот на такой вот конструкции работать. Очень полезный узелок, восьмерка. Итак, мы рассмотрели. Первый, это стопорный узел. Второй, это узел для сращивания двух концов. Третий, это одна петля. Четвертый, это на две петли. И пятый, это на три петли. Вот, пять узелков можно завязать при помощи восьмерки. Так что, пользуйтесь. Если кому-то интересно, задавайте вопросы. То, что знаю, отвечу. То, что не знаю, будем гуглить вместе, искать ответы на возникающие вопросы. Все, всем спасибо. До свидания.